Я уже упоминал, что наконец-то решил установить тепличку. Тепличку решил поставить небольшую, однако из-за погоды приступить к ее монтажу никак не удавалось. И вот только в середине мая начал монтаж этой теплицы. И то с перерывами на дождик. На все про все, сразу скажу, ушло примерно полдня. Теплица собирается из профилей специальных, которые идут в комплекте, и соединяются между собой винтиками. Делать это все довольно просто, и особых сложностей никаких нет. Некоторые рекомендуют использовать для сборки шуруповерт. Есть у меня такой, но я его использовать не стал, поскольку здесь удобнее использовать обычную отвертку. Ключик идет в комплекте. Сначала собирается верх теплички. И сразу видно, что места соединений, возможно, будут представлять некоторую опасность для укрытного полотна, которые будут установлены сверху вот этих профилей. Инструкция по сборке в комплекте, конечно, есть, но она практически мне не пригодилась. Собирал просто руководствуясь обыкновенным здравым смыслом. Не такая уж эта и сложная конструкция, чтобы были с ней проблемы. И вот тепличка после сборки выглядит следующим образом. Профили все соединены между собой. И вот осталось только заглубить ее соответствующим образом. И уже можно будет натягивать тент. Размер теплички самый подходящий для грядок. Тепличка поменьше немножечко. Высота вполне подходящая. По крайней мере, могу в нее войти в полный рост. И дальше уже буду смотреть, как она покажет себя в эксплуатации. Профиль на внешний вид довольно неплохой. Довольно жесткий. Но ветра у нас очень сильные. И поэтому только время может показать, как будет тепличка это держать ураганные ветра. Если будут проблемы, сделаю определенные усиления. Если нужно, поставлю распорки и так далее. Хотя вот есть специальные укосины по углам, которые придают дополнительную жесткость. Но только время покажет, насколько эта конструкция окажется прочной. Очень холодно. Работать пришлось даже в моей знаменитой шубейке. Которую я вручаю при любой неблагоприятной погоде. Но тем не менее, сборка прошла в целом успешно. Для сборки использовал, вот видно здесь, пассатижи, отвертку, обыкновенную крестовую. И отвертку, которая вмещала отверстия. И ключик, который идет в комплекте. Что самое интересное, остались даже лишние болтики. И некоторые крепежные элементы. Потом их использую для усиления конструкции. Вот такая инструкция идет в комплекте. Ну и рулетка еще у меня на всякий случай, чтобы примерно прикинуть, что и как. Вот тент уже приготовлен, который осталось одеть на готовый каркас. Но пока погода не дает. Ветер довольно сильный. Одевать в сильный ветер нельзя. Можно повредить все это укрымное полотно. Так что решил дождаться, когда ветерок стихнет вечером. И тогда уже остановить тент на тепличку. Чтобы закрепить теплицу на место. Копаются ямочки. Но это конечно можно было и не делать. Но все-таки решил пока сделать именно так. В дальнейшем, может быть, эту конструкцию буду упрощать. Но делать это не сложно. Делается это для того, чтобы тепличку не сдуло ветром. Хотя, может быть, и хватило бы и колышки. Потом уже каркас теплички устанавливается, можно сказать, этими ножками в эти ямки. И ямки просто заравниваются и утрамбовываются. Все, каркас стоит на месте. Ну, чтобы уж совсем было хорошо, можно даже по уровню выставить нижнюю часть теплиц. Примерно прикинул. Хотя это совершенно не обязательно. Точно здесь никакая не нужна. Получилось, ну, немножечко с отклонениями. Но в целом практически по уровню. Поскольку вот эти места соединения и крепежных элементов выглядят довольно опасно для укровного полотна. Решил подстраховаться и именно эти места просто еще обмотать полосками ткани. Тем более, как раз у меня имеется в наличии старый тент от машины. Он уже не нужен, уже новый сделан. Старый тент уже начал приходить в негодность. Вот, на кусочки сейчас просто располосую и замотаю вот эти вот опасные места, чтобы не поцарапать укрылное полотно. Дождавшись, когда стихнет ветер наконец-то, очень быстро установили тент на каркас. Это делается за считанные минуты. И как привык, нижнюю часть все-таки закрепил на кирпичике. Так удобнее, поскольку планирую края при необходимости приподнимать. И фиксировать их каким-то другим способом нижней части не стал. А вот это видно, как обмотал вот эти опасные места полосками ткани. Входная дверь закрывается и открывается молнией. Ну, молния довольно такая крупная. Работает, во всяком случае, пока нормально. Внутри планирую сделать две грядочки. Скорее всего, здесь я размещу высокорослые помидорки. В тент еще вмонтирован шнур. Его можно натянуть, чтобы усилить теплицу. Но для себя я уже сделал зарубку на память, чтобы в случае, если ветра будут сильно ее трепать, сделаю еще дополнительное усиление из веревок снаружи. Сейчас ветерок свежий, конечно. Трепет тепличка. Но это ерунда по сравнению с теми ураганами, которые бывают в нашей местности. Так что вот такая тепличка теперь наконец-то собрана. И только ее собрал, опять заморосил дождик. Ну, теперь уже не страшно. Тепличка готова. И можно ее при необходимости использовать. Пока он рассадно находится в маленьком парничке. Вот видно, капает уже дождик опять. И ветер поднимается. И холодно очень. И еще неделю вперед опять обещают холода и дождик. Что-то весна это совсем уже... Нас, огородников, уже замучило. Ну, никак нет тепла и нет хорошей погоды. Ну, делать нечего. Все равно лето, я думаю, придет. Ну, а как покажет себя тепличка? Конечно, это прояснится в течение сезона.